Соревнования для настоящих богатырей прошли в Славянском районе. Самому юному участнику состязаний всего 7 лет, а самый опытный уже чемпион Европы. Кого еще собрал турнир по гиревому спорту в минувшие выходные в станице Анастасиевской, узнаете в следующем материале выпуска. Открытый турнир по гиревому спорту традиционно прошел в спортивной школе Олимп Анастасиевского сельского поселения, которое славится высокими результатами в этом виде спорта. На этот раз помериться силой приехали более 200 ребят из Брюховецкого, Ленинградского, Тихорецкого, Приморско-Ахтарского, Темрюкского, Красноармейского и, конечно же, Славянского районов. Проведение такого турнира – это не только выявление лучших тяжелоатлетов, но и пропаганда здорового образа жизни среди подростков. Как можно больше детей привлечь, чтобы меньше было негативных у нас случаев. Как мы знаем, сейчас очень много ребят пытаются где-то уйти в другую сторону. Мы все совместно пытаемся привлечь, оторвать от улицы, чтобы они занимались нормальным, хорошим делом. В состязаниях в силовых упражнениях с гирями принимали участие не только представители сильного пола, но и девушки, которые ничем не уступали юношам. Все спортсмены соревновались в своей возрастной группе и весовой категории. Так, среди самых юных участников был Сережа Данильян. Ему всего семь, а он уже с легкостью поднимает гири. Следует отметить, что по результатам первенства Сергей завоевал серебро. Из-за гирь появляется сильный, а из-за футбола ничего. Для лучших спортсменов такие чемпионаты становятся путевкой на первенство России, а после – на чемпионаты европейского уровня. Среди них, например, вот эта с виду хрупкая девушка Евгения Тихоненко. Неоднократная чемпионка края, чемпионка России и, наконец, Европы Евгения рассказала нашей съемочной группе, почему выбрала такой с виду неженский вид спорта. Потому что здесь экстрим, здесь много людей, и можно почувствовать себя, попробовать вес, попробовать что-то новое, узнать что-то новое. Много ездим, много выезжаем, и поэтому только этот спорт. Разная физическая подготовка и моральный настрой по-разному повлияли на выступления спортсменов. Кто-то показал свои лучшие результаты, кто-то выступил немного хуже. Но славянские гиревики, воспитанники Анастасиевского Олимпа, как всегда, порадовали болельщиков и тренеров своими достижениями, заняв первое место в общекомандном зачете. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».